Март 1938 года. Германия. Берлин. В чаше крытого стадиона Дойч-Ландхалле идет подготовка к необычному показу. Немецкая летчица Ханна Райч демонстрирует возможности нового и непривычного для того времени летательного аппарата. Это вертолет фирмы Focke-Wulf FV-61. Машина вертикально взлетает и садится. Зависает на месте, двигается хвостом вперед. Через несколько дней все это повторится уже в присутствии нескольких тысяч зрителей и прессы. Показательный полет ошеломил всех, даже скептиков, не веривших в перспективы вертолетов. В это время мир жил в ожидании новой большой войны. И каждая техническая новинка рассматривалась через призму военного применения. Корректировка артиллерийского огня, разведка, эвакуация райных, высадка и снабжение диверсионных групп в тылу врага. Даже беглого взгляда на возможности вертолетов хватало, чтобы оценить их потенциал. О показательном выступлении Ханны Райч стало известно и в других странах. После этого работы по созданию подобных винтокрылых машин активизировались в США. Информация дошла и до советского руководства. Даже Сталин делился своими мыслями по поводу использования этой техники. Однако в СССР вертолетов, пригодных для практического применения, на тот момент не было. СССР вертолетов, пригодных для практического применения, на тот момент не было. Все новые и новые аэропланы. Растут их высоты и скорости полета. Тогда же были предприняты попытки создания вертолетов. Или, как их тогда называли, геликоптеров. Одними из первых свою конструкцию представили французы, братья Бреге. Их аппарат имел четыре винта и оснащался бензиновым двигателем мощностью 45 лошадиных сил. Впервые он оторвался от земли 24 августа 1907 года. Взлетев на полтора метра, машина неподвижно висела в воздухе чуть больше минуты. В ней находился некий инженер Волюмар. Правда, никаких органов управления на вертолете не было. И чтобы он не опрокинулся, его поддерживали механики. Есть версия, что этот полет состоялся и вовсе без человека. А первенство пилотируемого полета дают французу Полю Корню. Осенью того же 2007 года он на аппарате собственной конструкции взлетел на 30 сантиметров. Конечно, успехи были более чем скромные. Однако все помнили, что и первые самолеты не показывали выдающихся результатов. Но если в самолетостроении практически сразу все пошло по нарастающей, и уже в 1910 году они забрались выше 3000 метров, то с вертолетами оказалось куда сложнее. Отличительной особенностью вертолета является способность вертикально взлетать, садиться и неподвижно висеть в воздухе. Это достигается благодаря несущему винту. Но за наличие несущего винта пришлось решать большое количество сложных проблем. Именно это сделал вертолет значительно более сложным, чем самолет. Идея вертикально взлетающего аппарата, отдаленно напоминающего современный вертолет, была предложена еще в 15 веке великим Леонардо да Винчи. Правда, вместо лопастей он хотел использовать так называемый винт Архимеда. Под ним крепилась люлька. Находящиеся в ней люди должны были двигаться по кругу и раскручивать винт. Впрочем, человеческих сил все равно не хватило бы для того, чтобы аппарат Леонардо да Винчи поднялся в небо. Уже в 18 веке русский ученый Михаил Ломоносов задумал построить небольшой аппарат, предназначенный для исследования атмосферы. Он должен был поднимать в воздух приборы, например, термометр. Точных сведений об этом изобретении и его рисунков не осталось. Но известно, что два винта должны были приводиться в действие при помощи взведенных часовых пружин. Было даже установлено, что аппарат смог бы поднять 10 граммов полезной нагрузки. Ломоносов понимал, что для увеличения подъемной силы нужны пружины помощнее, но они и весили бы значительно больше. В общем, поначалу все упиралось в отсутствие подходящего двигателя. И пока его не было, изобретатели экспериментировали с небольшими моделями, больше похожими на детские игрушки. Например, первой действующей моделью геликоптера признано изобретение французов Лунуа и Бьен-Веню. Они представили его в 1784 году в Парижской академии наук. Два винта с лопастями из перьев вращались под действием скрученной тетивы. Не принес ощутимого прорыва и век 19. Существовавшие уже на тот момент паровые машины и электродвигатели были слишком тяжелыми и громоздкими для летательных аппаратов. И лишь в начале 20 века произошла настоящая техническая революция. До ума был доведен двигатель внутреннего сгорания. Относительно легкий и при этом достаточно мощный. После этого в истории покорения неба началась новая эпоха. Применение двигателей внутреннего сгорания действительно стало прорывом. Но как только летательные аппараты оторвались от земли, возникли новые проблемы. У самолетов острота этих проблем была ниже. Либо эти проблемы решались быстрее. С вертолетами так не получилось. Решение вопросов их управляемости затянулось не на одно десятилетие. Поначалу было непросто обеспечить винтокрылым аппаратам устойчивость. Еще находясь на земле, машины начинали вибрировать, раскачиваться, норовили завалиться на море. Те же изобретатели, кому удавалось оторвать свои вертолеты от земли, и столкнулись с новой проблемой. А как лететь вперед, направо, налево? Ведь подъемная сила, создаваемая винтами, была направлена строго вверх. Откровением это не стало. Исследования начались еще до того, как были построены первые вертолеты. В 70-е годы 19 века много опытов провел русский ученый Михаил Рыкачев. Он сконструировал испытательный стенд для опытов с несущим винтом. При помощи весов он измерял величину развиваемой подъемной силы. Так он доказал, что изменить ее можно не только скоростью вращения, но и углом установки лопастей относительно их продольной осени. Этот угол называют шагом винта. При увеличении шага подъемная сила растет. Тогда же у него родилась идея, что для перемещения вертолета в нужном направлении необходимо наклонять плоскость вращения винта. Таким образом, часть силы, создаваемой вращающимися лопастями, будет направлена не только вверх, но и по горизонтали. Исследования Рыкачева легли в основу будущих систем управления вертолетов. В начале 20-х годов американец Генри Берлиннер предложил оригинальную идею. По бокам фюзеляжа изобретатель установил две фермы с несущими винтами. В хвосте он поставил еще один небольшой винт. Изменяя его скорость вращения, можно было менять создаваемую им подъемную силу. В результате фюзеляж вертолета наклонялся, и вектор тяги несущих винтов направлялся вперед, благодаря чему машина начинала двигаться. Однако испытания показали низкую эффективность такого решения. Аппарат Берлиннера имел недостаточную устойчивость и плохо управлялся. Примерно в это же время свое решение предложил Георгий Батезат, русский ученый и изобретатель, эмигрировавший после революции в США. Свою машину Батезат снабдил сразу четырьмя несущими винтами. При этом шаг установки лопастей каждого из них можно было менять независимо друг от друга. Таким образом, изменяя подъемную силу того или иного винта, можно было наклонить весь аппарат в нужную сторону. Но и этот вертолет был далек от совершенства. Сложное управление, громоздкая и тяжелая конструкция. Все, что ему удалось, это взлететь на 4 метра и продержаться в воздухе около двух минут. Вертолеты нуждались в более эффективном решении. Еще в 1911 году его предложил Борис Юрьев, будущий академик, основоположник советского вертолетостроения, а тогда студент Московского императорского технического училища. Своё изобретение Юрьев назвал автоматом перекоса. По задумке, шаг установки каждой лопасти должен был меняться по мере того, как она совершала один полный оборот. Таким образом, подъемная сила лопастей циклически изменялась бы по мере их движения. Как результат, можно сделать так, что задняя часть винта будет создавать большую подъемную силу, чем передняя, и вертолет полетит вперед. Если наоборот, то назад. Подобным образом, меняя подъемную силу правой и левой частей винта, можно заставить машину двигаться в требуемую сторону. К этой идее одновременно пришел ряд конструкторов. Но в России был талантливый ученик Николай Игоревич Жуковский, Борис Николаевич Юрьев. И он был первым у нас в стране и одним из первых в мире, кто предложил установить автомат перекоса. И в настоящее время автомат перекоса применяется на вертолет всех схем и считается самым эффективным и, по сути дела, единственным средством управления вертолетами. Однако проверить на практике свою задумку Юрьеву сразу не удалось. На опыты нужны были деньги, которых у студенческого кружка было мало. Вскоре началась Первая мировая война, затем случилась революция и все эксперименты пришлось отложить до лучших времен. Первенство же в создании вертолета, имеющего автомат перекоса, принадлежит аргентинцу Раулю Пескаре. Он спроектировал и построил свой аппарат в 1921 году, находясь в Испании. На нем он установил ряд мировых рекордов. Среди них полет на дальность тысячи метров со средней скоростью 8 километров в час. Впрочем, и Пескаре не удалось довести машину до состояния, пригодного для практического применения. Пока изобретатели ломали голову над вертолетами, испанский конструктор Хуан де ла Сьерва придумал летательный аппарат, который представлял собой нечто среднее между самолетом и вертолетом. Однажды, наблюдая за испытательным полетом аэроплана своей конструкции, он увидел, как машина потеряла скорость, сорвалась в штопор и разбилась. Переживая эту трагедию, Сьерва стал думать, как повысить безопасность полета, и решила снастить аэроплан помимо обычного самолетного винта еще и несущим. Он не был связан с мотором и во вращение приводился набегающим потоком воздуха, после того, как машина начинала движение. Конструктор назвал свой летательный аппарат «автожир». Термин, образованный от двух греческих слов «сам» и «вращение». Такая схема значительно уменьшала дистанции взлета и посадки. И главное, на малых скоростях машина теперь не сваливалась в штопор. Вращающийся винт создавал необходимую подъемную силу и в случае отказа двигателя позволял совершить аварийную посадку в режиме авторотации, иными словами, самовращения. Ну, как часто это бывает в технике, наряду с определенными плюсами автожиров, конечно же, были и свои минусы. Несущий винт неизбежно увеличивал аэродинамическое сопротивление, что сказывалось на максимальной скорости этого летательного аппарата. Но в значительной степени в то время это искупалось тем, что автожир мог разбегаться и взлетать практически с пятачка и точно так же совершать посадку. Эти его возможности, конечно, привлекали в тех случаях, когда нужно было работать в горах или там, где невозможно было построить стандартную взлетно-посадочную полосу для традиционных самолетов. Качество автожиров быстро завоевали признание. Эти аппараты стали серийно строить в США, Великобритании, Франции. Это было похоже на настоящий автожирный бум. Не обошла мода и Советский Союз. В СССР разработкой этих летательных аппаратов занялись два молодых инженера. Николай Камов и Николай Скрыженский. Группу они назвали по первым буквам своих фамилий. Каскар. А свой первый автожир Каскар-1. И дали ему имя Красный Инженер. Кстати, во время проектирования конструкторы придумали слово вертолет. Образованный от слов вертится и летает. Они планировали заменить этим словом иностранное слово автожир. Однако оно не прижилось. И в русском языке автожир так и остался автожиром. Зато в начале 50-х годов слово геликоптер было как раз заменено на слово вертолет. Автожир Красный Инженер был готов к испытаниям осенью 1929 года. На этом фото между Скрыженским и Камовым стоит летчик Иван Михеев. Именно он впервые оторвал аппарат от земли. Произошло это 25 сентября. Уже через два дня Каскар-1 решили показать высоким гостям. На аэродром приехала комиссия, возглавлял которую начальник ВВС Красной Армии Петр Баранов. Однако на разбеге у машины оторвались лопасти несущего винта. За неделю удалось восстановить поврежденный автожир. И 4 октября он вновь поднялся в воздух. Но еще через неделю при попытке совершить полет по кругу аппарат перевернулся и врезался в землю. Летчику Михееву и находившемуся во второй кабине Камову чудом удалось избежать серьезных травм и гибели. Постепенно конструкторы набирались опыта. Вслед за автожиром Каскар-1 был построен Каскар-2 с более мощным мотором, который позволил достигать скорости 110 км в час и высоты 450 метров. Этот автожир был продемонстрирован даже Сталину, который очень заинтересовался этим аппаратом. В 1931 году Скоржинского и Камова пригласили работать в ЦАГе, Центральный аэрогидродинамический институт. Здесь еще в середине 20-х при участии Бориса Юрьева была создана специальная группа, которая занялась изучением аэродинамики винтокрылой техники. В течение 30-х годов в ЦАГе был создан целый ряд опытных автожиров. Наиболее удачным стал А-7, спроектированный под руководством Камова. Впервые его показали на воздушном параде летом 1935 года в Москве. А уже осенью А-7 принял участие в военных учениях в качестве корректировщика артиллерийского огня. После чего он еще 5 лет проходил длительные и всесторонние испытания. Весной 1941 года автожир был направлен в Киргизскую ССР. Здесь, в предгорьях Тяньшане, тысячи гектаров фруктовых садов подверглись нашествию насекомых-вредителей. На южных склонах Ферганского хребта растет орех и дикая яблоня. Чтобы сохранить урожай от садовых вредителей, самолеты опыляют огромные массивы. Впервые для этой цели испытывается автожир. Эта машина не нуждается в больших аэродромах. Она взлетает и садится на маленькие площадки. А-7 легко маневрировал в ущельях, опускался в чашообразные горные урочища и быстро достигал недоступных для самолетов участков. А-7 задумывался как первый в мире боевой автожир. Его хотели вооружить пулеметами, подвешивать под него бомбы и реактивные снаряды. Впервые для военных целей две машины использовали в 1939 году во время войны с Финляндией. Их привлекли для разведки. Уже с началом Великой Отечественной войны была сформирована опытная эскадрилья, состоящая из пяти машин. Она действовала под Ельней с конца августа по начало октября 1941 года. Однако применялись автожиры в основном ночью для разбрасывания пропагандистских листовок над позициями немецких войск. Для решения серьезных боевых задач они все же не годились. Автожиры не имели никакой броневой защиты экипажа. Поэтому достаточно тихоходные машины представляли собой идеальную мишень и для средств ПВО противника, и для истребительной авиации. Конечно, оставались еще специфические задачи. Ночная разведка, связь, снабжение партизан. Но с ними хорошо справлялись и легкие самолеты, такие, например, как учебные У-2. Кроме того, в условиях реальной эксплуатации выявился ряд технических проблем. Собственно, на этом история автожиров в СССР практически закончилась. Надо иметь в виду, что если бы это было массовое применение, конечно, конструкцию можно было бы доработать, дорабатывать и так далее. Но в то время речь об этом не велась. Автожир в то время проходил устойчиво по разделу авиационной экзотики. Несмотря на все достоинства автожиров, они все же не могли взлетать строго вертикально. Но эту проблему решили, создав так называемые прыгающие автожиры. Их несущий винт уже был механически соединен с мотором и раскручивался им, когда аппарат еще не двигался. Буквально перед самым прыжком пилот отключал эту связь и в то же мгновение резко увеличивал шаг установки лопастей, после чего машина взлетала уже на авторотации. Этого хватало, чтобы подпрыгнуть на несколько метров и так, например, можно было подняться с палубы корабля. Но вот зависнуть на месте, двигаться хвостом назад или вбок, как вертолеты, автожиры все равно не смогли бы. В середине 20-х годов, когда очередные попытки создать работоспособные вертолеты провалились, стало очевидно, что без серьезных научных исследований продолжать эти работы бесперспективно. Что уж говорить, если рекорд высоты полета, установленный на аппарате итальянца «Асканио» в 30-м году, составлял всего 18 метров. Эра одиночек-энтузиастов закончилась. Полагаться на какие-то озарения изобретателей было уже невозможно. Поэтому в ЦАГе в 1926 году была образована вертолетная группа. Был построен специальный стенд, на котором изучалась динамика несущего винта. Изучались технические вопросы, связанные с работой трансмиссии привода от мотора к винту. Изучались вопросы аэродинамики лопастей, которые оказались значительно сложнее, чем казалось это на первый взгляд, решались вопросы прочности, изучались возможные варианты автоматов перекосом. К августу 30-го года под руководством Алексея Черемхина в ЦАГе был построен вертолет ЦАГе-1ЭА – экспериментальный аппарат. Он был выполнен по одновинтовой схеме, то есть имел один несущий винт. Это было революционное решение. Ведь еще на заре вертолетостроения пришли к выводу, что если машина будет с одним несущим винтом, то при его вращении сам аппарат начнет крутиться в противоположную сторону. Поэтому первые построенные вертолеты имели четное количество винтов. При этом половина из них вращалась в одном направлении, а другая половина в противоположном. Это и позволяло избежать нежелательного эффекта. Создавались машины с четырьмя или даже восемью винтами. Но они были очень громоздкими и неповоротливыми. Поэтому постепенно перешли к вертолетам с двумя несущими винтами. Это могла быть поперечная схема, когда они располагались справа и слева от фюзеляжа. Или продольные – один в хвосте, другой в носу. Пробовали создавать аппараты с соосными винтами. Это позволяло сделать конструкцию еще более компактной, но такая схема была очень сложна. В 1911 году Борис Юрьев, проводя свои эксперименты, пришел к выводу, что вертолет может иметь и один несущий винт. А чтобы машина не вращалась, ее надо оборудовать небольшим рулевым винтом. Именно эта схема сегодня является доминирующей в вертолетостроении. В этом и заключается главное достижение Юрьева, что он, а, предложил одноминтовый вертолет, и, б, установил на нем автомат перекоса. То самое средство управления, которое сделало двумя винтовым вертолетом, действительно управляемым. Первым одновинтовым вертолетом стал ЦАГИ-1. Правда, он имел сразу четыре рулевых винта. Два в носу и два в хвосте. Испытания аппарата начались осенью 30-го года. Сначала его проверяли на привязи. Это позволяло избежать неприятных последствий в случае проблем с управлением. И такая методика была применена в первые в мире. Затем перешли к свободным полетам. Бессменным испытателем вертолета был его конструктор Алексей Черемухин. Это был не только квалифицированный инженер, это был опытный летчик-стребитель, участник Первой мировой войны. И вообще очень мужественный, грамотный человек. По мере освоения летчиком аппарата, выявления и изучения его особенностей, увеличивалась высота полета, усложнялись выполняемые на нем эволюции. И так, шаг за шагом, конструкторы двигались вперед. 1 августа 1932 года была достигнута высота 160 метров. Через два дня – 230. Еще через два – 285. И, наконец, 16 августа Черемухин поднял вертолет на высоту 605 метров и побил мировой рекорд итальянца Асканию аж в 34 раза. Именно благодаря этому геликоптеру Советский Союз тогда вырвался вперед в вертолетстроении. И, благодаря, конечно, таланту и мужеству Черемухина, потому что Черемухин не боялся на вот этом вот весьма страшном летательном аппарате летать на высотах свыше 600 метров. В разгар испытаний на аэродром приехал начальник вооружений Красной Армии Михаил Тухачевский. Он был активным поборником всего нового. При его поддержке началась разработка ракетного оружия, эксперименты в области радиолокации. Он стоял у истоков создания воздушно-десантных войск. Вертолет ЦАГИ произвел на Тухачевского хорошее впечатление. Он спросил у конструкторов, а не построит ли нам небольшую серию таких машин? Но, услышав в ответ, что аппарат сугубо экспериментальный и в нем много дефектов, нахмурился. Все его конструкторы такие. Конечно, машину надо доводить, но время-то идет. Вслед за ЦАГИ-1 последовали экспериментальные аппараты ЦАГИ-3 и ЦАГИ-5. Они уже строились с учетом испытаний первой машины. Однако, несмотря на все достижения, сами конструкторы по-прежнему считали, что до реального практического применения вертолетов еще далеко. Требовались доработки. И пока они велись, Черемухин был объявлен врагом народа, отстранен от руководства проектированием и арестован. За решетку попал и другой ведущий специалист по винтокрылой технике Александр Изаксон. С 1931 по 1937 год он возглавлял особый отдел ЦАГИ, где создавались вертолеты и автожиры. После ареста все они оказались в тюремном конструкторском бюро. Черемухин работал под руководством Туполева над созданием самолета, впоследствии ставшего известным как бомбардировщик Ту-2. А Изаксон он попал в группу Владимира Михайловича Петлякова, который разрабатывал, опять-таки, в условиях заключения высотный истребитель с индексом 100, который впоследствии переделали в пикирующий бомбардировщик Пе-2. Между тем, заметных успехов в проектировании вертолетов достигли за рубежом. В 1935 году на испытания вышел французский аппарат Бреге-Дуран, имевший саусную схему расположения несущих винтов. Продолжительность его полета измерялась уже не несколькими минутами, как было раньше, а превысила один час. К созданию винтокрылой техники подключились и немцы. Первый немецкий вертолет был создан в 1936 году на фирме Фокке-Вульф. Он получил обозначение ФВ-61 и был построен по поперечной схеме. Два его винта крепились на ферменных балках справа и слева от фюзеляра. За три года испытаний машина достигла феноменальных результатов. Максимальная высота полета почти 3,5 километра. Скорость 122 километра в час. По этим характеристикам Фокке-Вульф уже приближался к легкомоторным самолетам. К испытаниям вертолета привлекли и Ханну Рэнч. Это была известная не только в Германии, но и во всей Европе летчица. В начале 30-х она установила несколько мировых рекордов. В 1937 году ее пригласили на испытательную работу в исследовательский центр Люфтваффе. В частности, она принимала участие в испытаниях пикирующего бомбардировщика Юнкерс-87. В том же году Ханна Рэйч освоила вертолет Фокке-Вульф и тем самым вошла в историю как первая женщина-вертолетчица. Она стала первой, кто преодолел на вертолете 100-километровый рубеж дальности полета. В это время Адольф Гитлер готовился к всемирной выставке, берлинскому мотор-шоу 1938 года. Он хотел продемонстрировать всему миру превосходство немецких технологий и привлечь к этой выставке мировую прессу. Местом проведения был выбран крытый стадион Дойч Лендхалле. Фюрер решил, что Ханна Рэйч будет пилотировать вертолет прямо внутри арены. Женщина-пилот на необычном летательном аппарате в закрытом помещении, это безусловно была бы сенсация. Летчица тренировалась три недели и до мелочей отработала программа показа. Это был впечатляющий и рискованный полет. Малейший просчет или сбой в работе техники и многочисленных жертв было бы не избежать. Но все прошло благополучно и эта летная демонстрация дала новый импульс развития вертолетостроения во всем мире. Буквально через несколько недель после этого деньги на работы в этом направлении выделил Конгресс США. Был принят Биль Дорси по имени сенатора, предложившего выделить средства на устранение, скажем так, основания Соединенных Штатов в разработке винтокрылой техники. Выделили 3 миллиона долларов на развитие винтокрылых летательных аппаратов. В самой Германии работы по созданию вертолетов также расширились. По заказу авиакомпании Люфтганзе началась разработка шестиместного пассажирского вертолета. В ходе проектирования интерес к новинке проявили немецкие ВВС и назначение вертолета изменили на военное. Машина получила обозначение ФА-223 Драхе. В октябре 1940 года на испытаниях вертолет показал скорость 182 км в час и забрался на высоту 7090 метров. Однако эти мировые рекорды зарегистрированы не были. В Европе уже полыхала Вторая мировая война и было не до этого. Грузоподъемность машины составляла одну тонну. На внешней подвеске вертолет мог перевозить небольшие орудия, легковые автомобили и даже связной самолет Шторх. В 1940 году по заказу военно-морского флота Германии был создан вертолет Флеттнер-282 Калибри. Он был выполнен по схеме синхроптер. Два его несущих винта были максимально приближены друг к другу, а их вращение было синхронизировано. Такая компоновка обеспечивала машине компактность, что было хорошо для размещения аппарата на палубе корабля. Использовать Калибри предполагали для разведки и патрулирования. Кроме того, он мог нести небольшие глубинные бомбы для борьбы с подводными лодками. Успехи немцев в вертолетостроении не остались без внимания в Советском Союзе. Осенью 1938 года в Кремле проходил прием. Он был посвящен рекордному перелету на самолете «Родина» по маршруту Москва-Дальний Восток. Его совершил женский экипаж в составе пилота Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и штурмана Марина Расковой. За это достижение девушкам присвоили звание Героя Советского Союза. Однако сам перелет закончился не совсем удачно. Из-за нехватки топлива машину пришлось вынужденно сажать в тайге. При этом штурман Марина Раскова покинула самолет с парашютом, после чего она еще 10 суток выбиралась из леса. На приеме в Кремле Сталин обсуждал с летчицами детали этого перелета и перспективы развития авиации. В беседе с Расковой он рассказал о вертолетах, которые могут садиться на ограниченные площадки, взлетать с них. И заметил, ведь правда такой аппарат очень пригодился бы вам в тайге. Успех немецких вертолет-строителей подстегнул интерес к этому виду летательных аппаратов и в нашей стране, в Советском Союзе. Но ситуация в том времени складывалась очень парадоксальная. Специальная группа по развитию винтокрытых летательных аппаратов в САГе по сути дела прекратила свое существование. Автожирщики ушли с Камовым на автожирный завод, а геликоптерщики влачили жалкое существование. И тут как раз вмешался опять в судьбу нашего вертолет-строения Борис Николаевич Юрьев. В 1938 году, когда ведущие специалисты ЦАГе по вертолетам оказались в заключении, Центр Советского вертолета-строения переместился в Московский авиационный институт. Здесь с начала 30-х работал Борис Юрьев. Он убедил наркомат авиапрома в необходимости создания специализированного конструкторского бюро на базе МАИ. В 40-м новое КБ возглавил Иван Братухин. Он начинал свою конструкторскую деятельность в вертолетном отделе ЦАГе, но в отличие от своих начальников ареста избежал. Под его руководством и началось создание нового винтокрылого аппарата. Его назвали Омега. Он имел двухвинтовую поперечную схему, такую же, как и немецкий Фоке-Вольф-61. От более прогрессивной одновинтовой схемы пока отказались. Правда, в отличие от германской машины, которая оснащалась одним мотором, расположенным в фюзеляже, у советского аппарата их было два. По одному под каждым несущим винтом. Это позволяло сделать фюзеляж более вместительным. Чтобы подчеркнуть специфические летные свойства геликоптера, пилот производит полеты вблизи Земли. Вот, например, парящий полет геликоптера. Самая необычная картина для зрителей, привыкшего видеть полеты самолетов. Геликоптер буквально висит на одном месте. Находящийся на Земле человек убедительно доказывает это. Омега поднялась в воздух в августе 1941-го. Ее испытания вел летчик Константин Пономарев. Результаты первых полетов внушали оптимизм, но все планы смешала начавшаяся война. Коллективу Братухина пришлось эвакуироваться в Казахстан. Однако, находясь далеко от серьезных производственных баз и не имея в достаточном количестве запасных частей, работы сильно затормозились. Поэтому во время Великой Отечественной войны вертолеты на вооружении Красной Армии не появились. Вновь плотно заняться разработкой вертолетов КБ Братухина удалось лишь в 1944 году, после возвращения в Москву. За год был создан еще ряд опытных машин. На испытаниях аппараты достигли высоты 3 километра и развивали скорость до 170 километров в час. На этих кадрах хроники конструктор Иван Братухин, он слева в штатском, рассказывает главкому ВВС маршалу Вершинину о достоинствах своего вертолета. На послевоенных воздушных парадах в Тушино винтокрылые машины вызывали неподдельный интерес у публики. А слова диктора, разносящиеся над летным полем, только подогревали ажиотаж. Это необычайного вида летательная машина или коптер конструкции Братухина. Этим самолетом без крыльев, наделенным свойствами неподвижно висеть в воздухе, совершать повороты на месте, садиться почти без пробега, принадлежит большая будущность. Вслед за опытными машинами Братухин задумал создать целое семейство уже серийных вертолетов. Пассажирский Б-5, санитарный Б-9, разведчик Б-10, связной Б-11. Например, в варианте разведчика машина имела большую площадь истекления кабины и шарообразную турель для наблюдателя. В центре фюзеляжа находился отсек для разведывательной фотоаппаратуры. Внедрение новой авиатехники в массовую эксплуатацию, судя по всему, было не за горами. Однако управлять винтокрылыми аппаратами на тот момент могли лишь единицы. И для их освоения требовалось подготовить летный состав. Для обучения вертолетчиков недалеко от Москвы в Серпухове была сформирована учебная эскадрилья ВВС. В нее набрали опытных летчиков-истребителей и штурмовиков, а также инструкторов летных училищ. Отвечал за их подготовку летчик-испытатель КБ Братухина Константин Пономарев. Дело было крайне сложным. И касалось это поначалу не столько технической стороны вопроса, сколько психологической. В отношении вертолетов тогда преобладала ироничность не сходительная, а чаще недоверчивая отношение. Как эта штуковина без крыла летать нужно? Многие строевые летчики не скрывали своего недовольства по поводу назначения в вертолетную эскадрилью. Для летчиков это было большим ударом, и существует многочисленное воспоминание ветеранов, как летчики прощались со своими самолетами, целовали их, не хотели переходить на вертолеты, просили перевезти их на другие подразделения, чтобы летать на них никто не хотел. В общем, не без оснований. Вертолеты еще были очень сырые, у них были высочайшие вибрации, они постоянно ломались, летать на них все боялись. Достаточно опытные и в большинстве своем боевые летчики оказались в роли учеников первоклашек. Они привыкли к большим скоростям и высотам. А вертолетная специфика предполагала малые высоты и скорости. Летчикам пришлось забыть все, чему их учили раньше. Пилотировать вертолет оказалось значительно сложнее, чем сонолет. Негатива добавила и катастрофа, произошедшая во время испытаний нового опытного Б-11. В ней погибли Константин Пономарев и бортрадист Игорь Милус. И все же, несмотря на все трудности, вертолеты постепенно доказывали свое право на осуществование. В армии проводились опыты по их практическому применению. Как бы то ни было, начало было положено, но все понимали, что для настоящего успеха предстояло еще много работы. Тем более, что к тому моменту серьезных успехов в вертолетостроении добились в США. Американский конструктор русского происхождения Игорь Сикорский создал и довел до серийного производства вертолет одновинтовой схемы. Советским конструкторам нужно было двигаться дальше. К разработке винтокрылой техники подключилась одна из ведущих советских авиационных КБ Александра Яковлева. И главные были организованы новые, специализирующиеся исключительно на вертолетах. Вскоре их достижения прогремят на весь мир, а имена Михаила Миля и Николая Камова навсегда будут вписаны в историю покорения неба. Сентябрь 1951 года. Москва. На очередное совещание с участием Сталина в Кремль вызваны ведущие советские авиаконструкторы. Неожиданной на сей раз оказалась повестка дня устранение отставания в вертолетостроении. В это время шли боевые действия на корейском полуострове и активное участие в них принимали армия и флот США. Американцы использовали эту войну как полигон, на котором опробовали новые виды вооружений и техники. И одной из таких новинок были вертолеты. В Корее винтокрылые аппараты зарекомендовали себя как перспективное и исключительно эффективное средство повышения тактической мобильности сухопутных войск. Как выразился один из американских генералов, вертолет внес в общевойсковую операцию третье измерение. Те военные, которые ранее с недоверием смотрели на вертолеты, быстро становились их самыми ярыми пропагандистами. Это было самое начало холодной войны между СССР и США. Но правила игры уже были понятны. Гонка вооружений предполагала полный паритет по всем направлениям. То, что появлялось у одного противника, должен был иметь и другой. А вертолетов на вооружении советской армии на тот момент не было. На совещании Сталин дал понять, что такое положение дел он считает опасным для обороноспособности страны. К концу 40-х наибольших успехов в разработке вертолетов в СССР добилось конструкторское бюро Ивана Братухина. Здесь был создан целый ряд опытных машин. Однако работы продвигались с большим трудом. Один из вертолетов потерпел катастрофу. Погибли летчики. Все это негативно сказалось на репутации ОКБ Братухина и весной 51-го его закрыли. В США тем временем вертолетостроение развивалось семимильными шагами. Главным образом это было связано с именем Игоря Сикорского выходца из России. Свою конструкторскую деятельность он начал в 1909 году. Причем именно спроектирование вертолетов. Но тогда его винтокрылые машины в воздух подняться не смогли и Сикорский переключился на самолеты. Мировая известность пришла к конструктору с постройкой первых в мире многомоторных самолетов. Среди них был бомбардировщик Илья Мурнец. Он применялся русской армией во время Первой мировой. Из страны Сикорский уехал после революции 1917 года и обосновался в США. Сначала он занялся проектированием гидросамолетов. А во второй половине 30-х вернулся к вертолету. В то время немцы сделали первый по-настоящему удачный вертолет Фоке-Вульф ФВ-61. В 1938 году Сикорский познакомился с ним, когда находился в Германии. Аппарат имел двухвинтовую поперечную схему. По такой же компоновке чуть позже строились и вертолеты Братухина. Это единственная аэродинамически симметричная схема. И в связи с тем, что в 30-е годы одним из основных проблем была управляемость вертолета, именно при поперечной схеме, за счет отсутствия всевозможных взаимовлияний, обеспечить самые лучшие пилотажные характеристики. Но двухвинтовая поперечная схема имела и недостатки вибрации. Полученные вибрации приводили к быстрому износу частей и самая неприятная опасность возникновения воздушного резонанса. Воздушный резонанс за несколько секунд вертолет превращается в грудообломков. Сикорских считал, что более перспективной является схема с одним несущим и рулевым винтами. Она была более компактной, упрощала конструкцию трансмиссии, то есть механизмов, соединяющих мотор и винты. Ей, главное, была меньше подвержена вибрациям. Многие это понимали, но не всем удалось это осуществить. Первый опытный вертолет Сикорский построил в 1939 году. 14 сентября он сам впервые оторвал его от земли. Затем последовало еще два года опытов, экспериментов, 18 крупных и несколько сот мелких изменений в конструкции, ряд серьезных ремонтов после аварии. Наконец, в декабре 1941 года конструктор представил машину, доказавшую всему миру эффективность одновинтовой схемы, которая и в настоящее время является господствующей. Игорь Сикорский был не только талантливым конструктором, но и настоящим фанатом и популяризатором винтокрылой техники. Место ей он видел не только в армии. Сикорский хотел, чтобы вертолет стал незаменимым спасательным средством и даже личным транспортом. В начале 40-х был снят фильм, в котором конструктор рассказывал о всех преимуществах вертолетов. В нем был незатейливый эпизод, в котором предполагалось, что такую машину сможет иметь среднестатистическое американское семя. Глава семейства после посещения магазина возвращается к своему вертолету, припаркованному на автостоянке. Запускает мотор и летит домой. Отдав жене покупки, он спешит дальше по своим делам. Но супруга героя настоятельно просит завести в мастерскую пару ботинок для подчинки. Америка есть Америка. Конечно, Игорь Иванович Сикорский к 39-му году уже был полным американцем, хорошо знал, что реклама, двигатель прогресса, и сам он в ней участвовал, снимался в этой знаменитой шляпе. Но это не главная его была задача, он, конечно, был конструктор. Первым серийным вертолетом Сикорского стал С-47. Он разрабатывался по заказу воздушного корпуса армии США. В конце мая 42-го года машина была официально принята военной. После этого вертолет прошел всесторонние войсковые испытания. начиная с 44-го года винтокрылые машины Сикорского применяли уже непосредственно в военных действиях на полях Второй мировой. Они использовались для наблюдения, корректировки автогня, снабжения окруженных дивизионов. Их привлекали для эвакуации раненых и спасения экипажей сбитых самолетов. Всего до конца войны американская промышленность выпустила свыше 400 вертолетов. Помимо С-47 были еще С-48 и С-49. Они поступали на вооружение армии флота США и в вооруженные силы Великобритании. Первыми, конечно, геликоптеры в Сирию запустили немцы. Но стоило какому-то немецкому геликоптеру поступить серийное производство, завод тотчас союзники бомбили. И по большому счету, конечно, именно американцам удалось наладить серийное производство и практически применение геликоптеров. К концу Второй мировой войны на фронтах действовали целые подразделения. Вертолеты из Сикорского показались очень надежными летательными аппаратами. Из почти 400 выпущенных было потеряно все несколько штук. В СССР строить вертолеты по одновинтовой схеме пробовали еще в начале 30-х годов. Но, несмотря на некоторые успехи, довести дело до конца не удалось. После окончания войны эксперименты возобновились. В Центральном Аэрогидродинамическом институте был воссоздан вертолетный отдел, ликвидированный во второй половине 30-х. Его возглавил Михаил Миль, который ранее занимался разработкой автожиров. Кроме того, он был одним из немногих, кто имел опыт реального применения винтокрылой техники в условиях войны. В начале Великой Отечественной он возглавлял инженерную службу опытной эскадрильи автожиров-корректировщиков, принимавшей В марте 47-го года в ЦАГе под руководством Миля была спроектирована и построена натурная геликоптерная установка. Ее использовали для всесторонних наземных испытаний. И по сути это был уже готовый трехместный вертолет. В декабре того же года на базе отдела было организовано самостоятельное опытно-конструкторское бюро ОКБ-4, будущая всемирно известная фирма Миля. Первенцем ОКБ-4 стал легкий вертолет ГМ-1, геликоптер Миля-1. В то время слово вертолет еще не прижилось. Машина поднялась в воздух в сентябре 48-го года под управлением Матвея Байкалова. Уже на первом этапе испытаний надежды связанные с ГМ-1 стали оправдываться. Он имел хорошую устойчивость, высокую маневренность и развивал скорость до 170 километров в час, что было на уровне американских аналогов. Однако у МИ-1 появился достойный соперник. Вертолет Як-100, созданный в КБ Александра Яковлева. К тому моменту Яковлев, в отличие от Миля, был уже авторитетным конструктором. Во время войны его истребители составляли основу ВВС Красной Армии. Теперь Яковлев решил утвердиться и в новом направлении авиации. Когда на тот момент чисто самолетное АКБ получило задание на разработку геликоптера, один из инженеров спросил руководителя конструкторской группы, это что, шутка что ли? На что он ответил, нет, это не шутка, будем строить геликоптер. И даже назовем его изделие ША, то есть шутка. Свой первый вертолет коллектив Яковлева спроектировал в 1946 году. Машина была выполнена по двухвинтовой САУСной схеме. Ее летные испытания начались в апреле 1948 года и проходили достаточно неплохо. Вертолет уверенно взлетал, висел на месте, совершал полет по кругу, садился. Его скорость составляла 150 км в час. Однако, несмотря на это, дальше испытаний дело не пошло. Успехи американцев заставили конструкторов переключить свое внимание с двухвинтовой на одновинтовую компоновку, которая уже доказала свою жизнеспособность благодаря Сикорскому. Новый вертолет был построен к осени 1948 года. Он назывался Як-100. Его испытания начались примерно в то же время, что и пробные полеты милевского ГМ-1. Машина Яковлева продемонстрировала хорошие летно-технические характеристики. Они были примерно такими же, как и у вертолетов Миля. Перед военным и авиационным руководством страны встал непростой вопрос. Какому вертолету отдать предпочтение? На стороне Яковлева был его высокий авторитет и репутация. Мощная производственная база и опыт решения важных государственных задач. Михаил Миль этим явно похвастаться не мог. Кроме того, в разгар летных испытаний разбились два его первых опытных вертолетов. Если первое происшествие обошлось без жертв, летчик Матвей Байкалов успел выпрыгнуть с парашютом, то во втором он погиб. Но КБ Миля удалось в кратчайшие сроки устранить дефекты и государственные испытания ГМ-1 закончил даже раньше конкурента. Постановлением правительства от 21 февраля 1950 года вертолет Миля запустили в серийное производство под обозначением Ми-1. На тот момент наиболее совершенным американским винтокрылым аппаратом был С-51 конструкции Сикорского. По максимальной взлетной массе машины были в одной весовой категории. С-51 весил 2,5 тонны, Ми-1 на 170 килограммов меньше. Вертолет Сикорского помимо летчика мог взять на борт еще трех человек Ми-1 двух. По дальности полета вертолеты были равны. По скорости преимущества имела советская машина. 185 километров в час против 165. Таким образом Милю удалось создать вертолет ни в чем не уступающий лучшим западным образцам. Дело пошло. На заводе построили первую партию из 15 вертолетов. Однако военные не спешили принимать их на вооружение. В новый вид техники по-прежнему верили далеко не все. Гражданский воздушный флот заинтересованности вообще не проявлял. Стоит отметить, что интерес к вертолетам на тот момент поутих и в США. Вторая мировая война закончилась, финансирование военным программ сократилось и вертолеты оказались отнюдь не в числе приоритетов. Резко спали заказы, сократили серии и военные не очень несмотря на применение года Второй мировой войны хорошо понимали будущее для этих винтокрылых машин. После войны интерес к вертолетам стали проявлять гражданские заказчики, но они также нужна подобного рода техника. Решающим испытанием для вертолетов стала война на корейском полуострове, начавшаяся летом 50-го года. Соединенные Штаты выступили в ней на стороне правительства Южной Кореи. Условия были непростые. Гористая местность, слаборазвитая дорожная сеть, отсутствие хороших карт, к тому же американские войска нередко попадали в окружение. Все это настоятельно требовало воздушного транспортного средства, неприхотливого к взлетно-посадочным площадкам. Уже в самом начале войны начальник штаба морской пехоты США генерал Шепперд писал, мы не должны жалеть усилий, чтобы получить вертолеты на фронт. Вертолеты, больше вертолетов, как можно больше вертолетов в Корею. Помимо выполнения уже привычных задач, связи, разведки, доставки людей и грузов, винтокрылые машины проявили себя в спасательных и санитарных операциях. По статистике, до войны в Корее из 100 солдат, получивших тяжелые и средние ранения, погибали 80-90 человек. В Корее же, благодаря вертолетам, эта цифра снизилась до 10. Особое внимание уделялось спасению экипажей сбитых самолетов. На стороне Северной Кореи воевали советские летчики-истребители и американской авиации от них сильно доставалось. После вынужденного покидания самолетов американские пилоты нередко оказывались в море или на территории противника. Американские летчики получили специальный комплект спасательного снаряжения, в который входил обязательно радиомаяк, по которому спасательная служба могла запеленговать его и определить местоположение. У них было специальное даже зеркальце, которому они могли подавать световые сигналы спасательным средством, в частности тем же вертолетом. Ну и учитывая то, что американцы действовали в основном все-таки в теплых морях, у них даже был порошок, который отпугивал окку. А в условиях хорошей видимости они имели возможность распылить специальный баллончик с краской, ну или порошок какой-то, который создавал достаточно обширное яркое цветовое пятно, по которому его можно было увидеть издалека. Рабочий день вертолетчиков спасателей длился до 18 часов. В состав экипажа непременно входил врач, который в случае необходимости выполнял и роль стрелка. Бывало, что в тыл врага спасательные вертолеты залетали на 150-200 километров. Счет спасенных ими жизней шел на сотни. Осенью 51-го года в Кремле состоялось заседание с участием Сталина. На нем применение вертолетов в Корее рассматривалось на самом высоком уровне. Успехи американцев были очевидны. При этом на вооружении советской армии винтокрылых аппаратов до сих пор не было, если не считать нескольких машин учебной эскадрильи в Серпухове. При этом глава государства уже знал, что работоспособные вертолеты в стране есть. Незадолго до совещания Сталин находился на своей даче в районе Сочи. Он попросил, чтобы ему туда доставляли газеты и почту. И для этого планировалось использовать самолет Як-12. По воспоминаниям авиаконструктора Яковлева машина строилась по личной просьбе вождя как аналог немецкого Шторха. Этой легкомоторной машине для взлета и посадки хватало всего 50 метров. Она могла приземлиться даже в городе. По одной из версий именно на Шторхе летчица Хан Райч должна была вывести Гитлера из окруженного Берлина. Сталин решил, что подобный самолет пригодится и Советскому Союзу. Яковлев с задачей справился. Як-12 обладал уникальными взлетно-посадочными характеристиками. И вот в ожидании свежей прессы руководитель страны сам выбрал небольшую площадку вблизи дачи для приземления Яка. Однако импровизированный аэродром со всех сторон был окружен горами и летчику не удалось посадить самолет. Тогда энтузиасты вертолетной техники из числа военных посоветовали использовать для доставки корреспонденции вертолет Ми-1, что и было сделано. Машина с легкостью выполнила задание приземлившись среди гор. По некоторым сведениям все это происходило в присутствии Михаила Миля, который отвечал вождю на возникавшие вопросы. Увиденным Сталин остался доволен. Ему доложили, что по характеристикам Ми-1 не уступал американскому С-51, который прекрасно показал себя в Корею. На совещании у Сталина в Кремле состоялся достаточно детальный разбор полетов. И с этого момента разработка винтокрылых машин получила в СССР зеленую улицу. Вертолетные программы по важности стали чуть ли не в один ряд с атомными и ракетными проектами. Сразу после этого ситуация с Ми-1, имевшим до сих пор невнятные перспективы, прояснилась. Его запустили в крупносерийное производство, постепенно подключая к выпуску все новые заводы. Ми-1 поступал в армию, летные училища и аэроклубы. Нашел применение в гражданской авиации. Его использовали как пассажирский, сельскохозяйственный, санитарный. Советские летчики-спортсмены много лет участвовали на Ми-1 во всесоюзных и международных соревнованиях. Высокие летные качества позволили установить на вертолете 27 мировых рекордов. Не обошли вниманием новую технику и кинематографиста. В 1955 году на экраны страны вышел фильм «Максим Перепелица», где впервые и был показан Ми-1. Это сейчас в мелькнувшем на экране вертолете мы не видим ничего особенного. А в то время такие летательные аппараты были еще в диковинку. Всего построили почти 2700 вертолетов Ми-1. Их эксплуатация заложила основу советской винтокрылой авиации. Осенью 1951 года на совещании у Сталина Михаилу Милю была поставлена и новая задача. К тому моменту уже имелись сведения, что Сикорский испытывает вертолет С-55. Он был значительно крупнее своих предшественников. Помимо двух членов экипажа машина могла принять на борт одну тонну груза или 10 вооруженных солдат. С-55 уже можно было привлекать для участия в войсковых операциях, связанных с переброской войск. Боевое крещение новый вертолет Сикорского прошел также в Корее. В сентябре 1951 года одна из южнокорейских дивизий попала в окружение в труднодоступной горной местности. На помощь этой дивизии было направлено подразделение морских пехотинцев Соединенных Штатов Буквально за 4 часа вертолеты Сикорского С-55 перебросили в этот район 240 морских пехотинцев. Позиции были удержаны и это была первая в истории высадка войск с вертолетов именно в боевых условиях. Советскому Союзу срочно требовался аналогичный десантно-транспортный вертолет. На его создание милевцам отводился всего год. Как мне рассказывали ветераны и фермы конструктора ночевали у себя прямо на кульманах не уходили с рабочего места. В результате за год был построен уникальный вертолет Ми-4. Его проектировали глядя на фотографии вертолета Сикорский 55, но весь анекдот заключался в том, что у нас не оказалось двигателя столь маленькой мощности, который был установлен на С-55 и пришлось использовать наш обычный АШ-82, который был в полтора раза более мощный, чем американский Амаронг. В результате у нас оказался самый крупный в мире серийный вертолет. Это было одно из первых наших достижений вертолетостроения. По общей компоновке Ми-4 напоминал американский С-55. В носу машины находился мотор. Его мощность составляла 1700 л.с. Двигатель соединялся валом с главным редуктором. Большая часть мощности поступала четырехлопастному несущему винту, другая через хвостовой вал передавалась на рулевой винт. Кабина экипажа находилась, как шутили, на втором этаже. Она возвышалась над землей почти на два метра. За кабиной располагался топливный бак, рассчитанный на тысячу литров бензина. Грузовой отсек вертолета имел длину 4 метра и ширину 1 метр 70 сантиметров. Уже на начальном этапе испытаний Ми-4 оправдал и даже превзошел ожидания. Техническое задание предполагало перевозку 12 бойцов с вооружением, но в итоге удалось увеличить этот показатель до 16 десантин. Максимальная грузоподъемность вертолета составила 1600 килограммов. По этим характеристикам он превосходил американский С-55 более чем в полтора раза. По дальности полета преимущество было за американской машиной. Зато максимальная скорость была выше у вертолета Миля. Ми-4 оказался настолько хорош, что его запустили в крупносерийное производство, даже не дожидаясь окончания государственных испытаний. В армию машины стали поступать в начале 1953 года. Эти летательные аппараты уже знакомы многим зрителям. Такие машины первое время сравнивали со стрекозами. Пожалуй, это слишком легкомысленное сравнение. Как видите, на борту вертолета достаточно просторно, чтобы удобно разместились и люди, и грузы любого назначения. Для удобства эксплуатации грузовая кабина вертолета имела широкие створки. Через них можно было быстро загружать и выгружать технику. грузоподъемности размера Ми-4 позволяли перевозить внутри фюзеляжа пушку калибра 76 мм с расчетом или автомобиль ГАЗ-69. Его можно было использовать в качестве тягача для этого орудия. И все же наличие вместительного фюзеляжа не всегда позволяло принять на борт необходимые грузы. Даже если их вес соответствовал возможностям вертолета, то по габаритам они не проходили в грузовую кабину. В 1956 году были проведены испытания, в ходе которых отработали методику перевозки грузов на внешние подвески вертолета. Такой способ усложнял пилотирование, зато позволял перевозить негабаритные грузы. Причем зацепку можно было выполнять и на весенние. Необходимо это было в тех случаях, когда отсутствовала подходящая площадка для посадки вертолета. Ми-4 для нашей авиации стал этапной машиной. На нем впервые было много чего опробовано. Например, автопилот был установлен. На вертолете была отработана аварийная посадка в режиме авторотации. То есть в случае выхода из строя двигателя летчик мог посадить вертолет на режиме самовращения винта. Эта машина участвовала в освоении и Антарктиды, и Арктики. На ней было установлено множество мировых рекордов. Из вертолетов Ми-4 формировались первые в СССР вертолетные полки, в каждом из которых было свыше трех десятков винтокрылых машин. Эти подразделения входили в состав военно-транспортной авиации и работали в интересах сухопутных войск. Кроме того, специальные вертолетные эскадрильи создавались и в других видах вооруженных сил. Их имели ВВС, пограничники, ракетчики. Ми-4 нашел широкое применение не только в армии, но и в гражданской сфере. В конце 50-х годов с участием Ми-4 были открыты первые регулярные вертолетные авиалинии. Они обслуживали курорты на Черноморском побережье. Перенесемся на южный берег Крыма. Новая трасса связала эти места с Симферополем. На трассе регулярно курсируют автобусы. Правда, это автобусы воздушные. Комфортабельный салон пассажирского вертолета Ми-4П вмещает 11 человек. Для тех, кто любит крымские пейзажи, для тех, кто экономит время в пути, воздушный автобус особенно привлекателен. В 51-м году, когда Эмиль получил задание на разработку Ми-4, военные потребовали сделать и другую машину. В то время уже имелись сведения о проектировании в США вертолета, который создавали под руководством Фрэнка Песецкого, сына эмигранта из России. Машина имела обозначение H-21 и вышла на испытание весной 52-го года. По грузоподъемности она не сильно превосходила Ми-4, всего на 200 килограммов. Зато имела более вместительный фюзеляж, рассчитанный на 20 солдат. Напомним, что Ми-4 изначально проектировался как 12-ти местный. В отличие от советского вертолета, американский H-21 имел двухвинтовую продольную схему. Один несущий винт был в носовой части, второй в хвосте. Благодаря этому и удалось сделать фюзеляж большей длины и увеличить грузоподъемность. В СССР разработку более мощного, чем Ми-4 вертолета поручили ОКБ Якобова. Для него конструкторы также выбрали двухвинтовую продольную схему. Выбор схемы во многом определялся возможностями разработки несущих винтов. Чем больше несущий винт, тем и сложнее его сделать. До определенного уровня грузоподъемности можно создавать одно винтовой вертолет, а вот уже более тяжелый вертолет надо устанавливать два винта. И вопрос был, как установить продольный или поперечный. И продольный считался более естественным решением, потому что две винтомоторные группы можно было соединить фюзеляжем. Новый вертолет Яковлева получил обозначение Як-24. Он рассматривался как удвоенный Ми-4. С вертолета Миля практически без изменений была взята и использована динамическая система. То есть несущий винт, автомат перекоса, главный редуктор и силовая установка. И все это в двух экземплярах. Як-24 имел длинный фюзеляж почти квадратного сечения, из-за чего машину прозвали летающим вагоном. Вертолет мог перевозить до 19 десантников и по этой характеристике он приблизился к вертолету Пясецкого. Зато максимальная грузоподъемность достигала трех тонн на тонну 200 килограммов больше, чем у американской машины. 17 декабря 55 года Як-24 поднял груз и большей массы. Если в реальной эксплуатации существует определенное ограничение, то в данном случае ими пренебрегают. Вертолет под управлением летчиков испытателей Егора Милютичева и Георгия Тинякова поднял 4 тонны полезной нагрузки на высоту 2000 метров, установив тем самым абсолютный мировой рекорд. Длина грузовой кабины Як-24 составляла почти 9,5 метров. Пушки автомобили с легкостью размещались внутри этого вагона. Возможности Яка для того времени были выдающиеся. Ему по силам было выдернуть застрявший автомобиль ГАЗ-51, который весил почти 3 тонны. Вертолет использовали для выполнения демонтажных работ при реставрации дворца в городе Пушкин под Ленинградом. За 2 часа винтокрылая машина сделала то, на что обычно уходило до полутора месяцев. Як-24 оборудованный специальной фермой применяли для воздушной киносъемки. На ферме монтировался камерный блок предназначенный для круговой съемки. Отснятые кадры затем демонстрировали в первом панорамном кинотеатре, который открылся на ВДНХ в 59-м году. Специальную версию вертолета планировали использовать для прокладки магистральных рубопроводов, чтобы снабжать топливом боевую технику в полевых условиях. Был еще Як-24 в варианте топливозаправщика. За один раз он мог заправить до 5-6 танков или самоходных артиллерийских установок. Предусматривалась возможность заправки техники и на режиме веселья. Например, таким способом можно было пополнить запасы горючего плавающего танка ПТ-76, когда тот находился на плаву. Правда, массовым вертолетом Як-24 не стал. Всего выпустили около 40 машин. К сожалению, в процессе практического применения выяснилось, что продольная схема имеет не только достоинства, но и недостатки. Как только вертолет увеличивал скорость, индуктивный поток от переднего несущего винта начинал вредно влиять на задний несущий винт. И ухудшались как динамические, так и динамические и причастностные характеристики вертолета. В то же время вертолет Як-24 заложил основы отечественного тяжелого вертолетстроения. Показал возможности, которые лежат строительным. Сфера применения вертолетов в военном деле постоянно росла и холодная война способствовала этому. С конца 40-х на американских авианосцах уже размещались самолеты-носители ядерного оружия. Работать по целям на территории СССР палубные бомбардировщики могли с удаления до полутора тысяч километров. В середине 50-х атомным оружием обзавелись и подводные лодки. Доминирование на морском театре военных действий становилось важным фактором глобального противостояния. Советскому флоту необходимо было средство, которое бы расширило возможности кораблей по поиску и уничтожению надводного и подводного противника. Палубный вертолет мог решить эту задачу. Однако специфика базирования на кораблях имела свои особенности. В первую очередь винтокрылая машина должна была быть компактной. И больше других этому условию соответствовали вертолеты двухвинтовой соосной схемы. Они не имели длинной хвостовой балки, как у одновинтовых вертолетов. Аппараты же двухвинтовой продольной или поперечной схемы были еще более громоздкими. Однако создать работоспособный соосный вертолет долго не получалось. Такие машины требовали более точного проектирования систем управления. После войны за решение этой сложной задачи взялась конструкторская группа под руководством Николая Камова. Первый советский соосный вертолет получил обозначение Ка-8. Он был построен в 47-м году. Камов дал машине и другое имя Иркутянин в честь своей малой родины. Интересно, что родом из Иркутска был и Михаил Миль. Познакомились два конструктора уже в Москве, когда в 30-е годы работали в геликоптерном отделе ЦАГи. Позже их пути разошлись и так получилось, что Михаил Миль добился мирового признания раньше своего земляка. Конкуренция, конечно, не носила жесткого характера. Они всегда очень уважительно относились друг к другу. И это были такие энтузиасты и патриоты своего дела, что они без конкуренции бы сражались. Одноместный Ка-8 принадлежал к сверхлегкому классу так называемых летающих мотоциклов. Взлетная масса составляла всего 320 килограммов. Подобные соосные машины проектировались в разных странах. Например, на этих кадрах хроники американский аппарат фирмы Хиллер. Но он, как и другие подобные разработки, так и остался в разряде экспериментальных. Камову тоже далеко не сразу удалось добиться положительного результата. На испытаниях пришлось решать сложнейшие проблемы земного резонанса и флаттера. Проще говоря, на вертолете возникали вибрации и колебания, грозившие ему разрушением. И это были далеко не единственные молодые коллективы. В то время на вертолеты еще смотрели со скепсисом и приказом министра авиационной промышленности от 1 июня 48-го года финансирование работ по К-8 было прекращено. Возможно, мы бы и не услышали больше имени Камова, если бы не сын вождя, генерал Василий Сталин, командующий авиацией Московского округа и большой покровитель технических видов спорта. Он взял группу Камова под свою опеку, разместил в одной из подчиненных ему воинских частей и приказал готовиться к воздушному параду. В августе 48-го в Тушине летчик Михаил Гуров осуществил на Иркутянине эффектную посадку на борт грузовика и взлет с него. Кстати, именно тогда диктор, комментируя полет К-8, впервые произнес слово вертолет. До этого подобные аппараты в СССР официально именовали геликоптерами. Через два месяца после парада конструкторское бюро Камова было учреждено официально. Коллективу поручили создать на базе К-8 усовершенствованную модель К-10. Необходимо было улучшить характеристики машины. Скорость, высоту, грузоподъемность. Так, К-8 кроме самого летчика и поднять больше ничего не мог. Теперь же требовалось оснастить машину радиостанцией для связи с кораблем. А радиооборудование в те времена весило немало. Первый вылет К-10 состоялся в августе 49-го года. Но опять не все пошло гладко. В очередном испытательном полете случилась катастрофа. Погиб летчик Михаил Гуров. Всесторонние испытания продолжались еще три года. Была построена опытная партия из пяти машин. Однако в 52-м году главком ВМФ Николай Кузнецов вынес неутешительный вердикт. Ввиду своей ограниченной грузоподъемности К-10 не может выполнять поставленные задачи. И поэтому принятие его на вооружение нецелесообразно. Камов попытался исправить положение выпустив усовершенствованный вариант этого аппарата. Но и теперь о практическом применении вертолета говорить было рано. Пока К-10 испытывался требования военных возросли. Теперь нужно было искать не только надводные целиной подводные лодки находящиеся в погруженном состоянии. Для этого требовалось иметь на борту соответствующее поисковое оборудование. И конструкторское бюро Камова вновь взялось за работу. Так появился двухместный многоцелевой К-15. Он поднялся в воздух весной 1953 года. Это была уже машина иного порядка. Она имела закрытую кабину. Мощность мотора составила 255 лошадиных сил в 5 раз больше чем у предшественники. Вертолет поднимал 360 килограммов груза. Поэтому показатели он сравнялся с одновинтовым Ми-1. При этом весил К-15 вдвое меньше. При сравнительных испытаниях Ми-1 и К-15 на крейсере Михаил Кутузов выявились и другие достоинства соосного расположения винтов. Такие вертолеты оказались более устойчивыми к качке и боковому ветру. Именно после постройки К-15 соосная схема доказала свою жизнеспособность. И так уж получилось, что во всем мире только конструкторскому бюро Камова удалось довести ее до совершенства. В авиационной среде имеет хождение такая байка, что когда на одном из мероприятий Камов и Миль оказались рядом, кто-то им задал вопрос, какая же схема все-таки лучше, одновинтовая или соосная. На что Миль сказал, ну конечно одновинтовая. Камов парировал, заявив, что моя лучшая. К-15 запустили в Сирию в 1956 году. Уже по сложившейся традиции вертолет призвали и на гражданскую службу. Он активно использовался в сельскохозяйственной авиации. Здесь проявилась одна интересная особенность саусной схемы. Винты создавали такое завихрение воздушного потока, что ядохимикаты попадали не только на верхние поверхности листьев, но и на нижние. Кроме того, на базе К-15 была создана модификация, рассчитанная на перевозку трех пассажиров она получила обозначение К-18. К концу 50-х годов вертолеты уже прочно заняли свое место как в армии, так и в народном хозяйстве. Причем за достаточно короткий срок, фактически за 5-7 лет, советским конструкторам винтокрылой техники удалось не только догнать своих заокеанских оппонентов, но и по многим параметрам вырваться вперед. Но почивать на лаврах было некогда. В то время авиация повсеместно они в отличие от поршневых даже при меньших размерах и весе давали большую мощность. Самолеты уже освоили новый тип двигателей. Оставалось приспособить их и для вертолетов. В США такие работы уже интенсивно велись. Советскому Союзу отставать было нельзя.